Но есть события в нашем полуострове, которые нельзя пропустить мимо, скажем так, на которые нужно обратить внимание, потому что это важные, знаковые и социальные. Но об одном из таких событий мы готовы уже поговорить с нашим следующим гостем. Вопрос немаловажный, актуальный, я думаю, что... Конечно, конечно. Вопрос не только, знаешь, он не сколько актуальный, сколько вопрос общей ответственности. Потому что именно то, как мы помогаем ближнему своему, особенно еще маленькому, да, не ставшему на ноги, но, впрочем, не буду забегать вперед, сейчас представим гостя и подробнее обсудим этот вопрос. У нас в гостях Зитулайф Екуб, доброе утро, заместитель главы администрации города Симферополя. С вами будем обсуждать то, что на данный момент происходит строительство дома для сирот, правильно? Доброе утро. Скажите, на каком сейчас этапе строительство находится и как происходит вообще процесс по срокам, успеваем, не успеваем? В целом процессы достаточно идут активно на данном объекте. Сам дом достаточно большой, 180 квартир однокомнатных. Строительная готовность планируется у нас по контракту к 1 декабря 2019 года и затем пойдет у нас процедура прямой передачи. Она тоже занимает это от двух до трех месяцев. Первый этап – это техническая документация обычно или уже все-таки строительная работа? Уже идут строительные работы, да. У нас получается дом, он разделен на три секции. И у нас вот третья секция буквально через неделю-полторы уже будут полностью завершены все строительные работы, отделочные работы. Тем более, эта квартира, они будут заводиться уже полностью с ремонтом, оборудованной сантехникой, варочной плитой и даже будет стоять шкаф-купы у нас в прихожей. Это единственный такой дом на полуострове, который… Это единственный дом, который строится именно для льготной категории граждан и за счет средств муниципального образования города Симферополя. То есть мы первые, мы единственные пока в Симферополе, которые строят жилье для сирот. Ну, единственное, это пока, как я полагаю, в дальнейшем планируется расширение, да, это инфраструктура? В дальнейшем планируется расширение, конечно, да. У нас этот дом, он полностью всю очередь не удовлетворит. Поэтому мы этот дом достраиваем, вводим в эксплуатацию и уже будем думать о том, как и строить последующие дома. 180 квартир. А какая стоит сейчас очередь? Сколько человек нуждается? 360 человек. То есть мы порядка 50% очереди перекрываем. В принципе, проект достаточно интересный. Он у нас строится в микро-районе Залесье, это верхняя пневматика. Уже достаточно активная идет волна в СМИ, активная волна идет в соцсетях. Люди, которые стоят в очереди на получение квартиры, уже активно интересуются. Мы даже устраиваем так называемые экскурсии. То есть мы людей приглашаем, привозим, показываем. У нас уже есть несколько квартир готовых, куда мы приглашаем людей, показываем. Вот так вот будет в ближайшие несколько месяцев выглядеть ваше будущее жилье. То есть люди довольны. Это, я считаю, для Симферополя такая большая галочка. Потому что и сам по себе проект достаточно дорогой. Он порядка 340 миллионов обойдется бюджету города. Ну и плюс мы делаем благое дело, мы выдаем жилье детям-сиротам. Ну, Залесье район не близкий, поэтому, конечно, сам по себе напрашивается вопрос, как там с коммуникацией, с инфраструктурой? То есть легко ли туда добраться? Достаточно легко добраться. То есть этот район, он достаточно жилой. То есть у нас есть жилой комплекс Бавария, всем известный. Это прямо по соседству находится дом, то есть развитая инфраструктура. И помимо того, что уже есть подключение ко всем коммуникациям, свет, газ, водоснабжение, водоотведение, и мы также планируем подъездные пути привести в порядок и сделать внешнее благоустройство. То есть люди, которые будут проживать в этом доме, им будет достаточно комфортно. То есть внешнее благоустройство предусматривает озеленение территории, строительство мест для парковки автомобиля, лавки, освещение, то есть все, что нужно. Детская площадка также там будет. Ну вот, а получать жилье в этом доме будут ребята, которые не имеют родителей только, либо еще какие-то категории граждан все-таки? Что нужно, чтобы претендовать на квартиру в таком доме? Изначально данный дом строился именно для категории детей-сирот. Потом есть определенные нормы в жилищном кодексе Российской Федерации о том, что пропорционально нужно жилье распределять между всеми льготными категориями. Дело в том, что есть, скажем так, общественное пространство, где люди хотят все-таки, чтобы этот дом был полностью выделен под одну категорию, это дети-сирот. И сейчас данный вопрос находится в страде разрешения. Я думаю, к моменту выдачи квартиры этот вопрос будет разрешен. И мы как бы вас подробно ознакомим, какие все-таки категории граждан получат в данном, на квартирном доме свои квартиры. Ну, а вот сироты становятся в эту очередь на квартиру автоматически, допустим, да, по завершению? Да, конечно. По достижению совершеннолетия дети-сироты становятся в эту очередь автоматически. И государство, и мы, администрация, обязаны им это жилье предоставить. И ежегодно выделяются средства федеральные на покупку квартир. Но, учитывая тот факт, что очередь у нас достаточно большая, и было принято решение, и это с экономической точки зрения целесообразнее все-таки строить целый дом, нежели покупать отдельные квартиры на первичном, либо на вторичном рынке жилья. Ну, при этом, я так понимаю, что полностью высказали шкаф-купе, то есть с ремонтом, да? Полностью с ремонтом, да. То есть та семья, которая получит квартиру в этом доме, она, единственное, купит только кровать, надо будет повесить люстры, шторы, диван. Это приятное. Да, минимальный перечень мебели, то есть и люди смогут спокойно, комфортно жить. Плюс дом строится по современным технологиям, железобетонная, монолитная конструкция. Дом будет достаточно теплый. Вот у нас в Крыму застройщики, они, допустим, стену внешнюю строят, ну, не толще 20 сантиметров, там стена будет 25 сантиметров. Плюс утеплитель, будет индивидуальный тепловый пункт, то есть дом будет достаточно теплый, комфортный. Привлекались материка, да, застройщика? Застройщик, да, выиграл конкурс фирмы, которая из республики Башкортостан. То есть на начальном этапе были, как и везде, проблемы. Было отставание по срокам сдачи. Ну, вот 9 января по поручению главы администрации, как бы, лично курируют строительство данного объекта. На сегодняшний день у нас отставание в сроках сокращено. По некоторым позициям мы даже идем, как бы, впереди графика. То есть пока что все складывается так, что этот дом будет построен вовремя. Как бы мы в этом не сомневаемся. Скажите, пожалуйста, после получения квартиры, да, индивид может распоряжаться и как ему вздумается. То есть менять абсолютно ремонт, возможно, возможно, даже потом в будущем перепродать. Или все-таки есть ограничения? Нет, есть ограничения в части перепродажи. То есть определенный срок он не сможет продавать. Но если что-то он захочет там сделать, какой-то ремонт на свой вкус, пожалуйста, без проблем. А перепродажи, возможно, последствия, да, по истечению определенного? Есть определенный срок, да, согласно которого запрещено гражданам операции купли-продажи недвижимости, которая получена бесплатно от муниципалитета. Ну а в дальнейшем, как бы, я сейчас не готов ответить, какой срок, но знаю, что ограничение такое существует. Ну, опять же таки, да, если человек решил переехать, у него будет такая возможность. До того времени он может просто сдавать, да, ту же квартиру, но уже в любом случае как решит. Ну да, да. Спасибо вам большое, спасибо за беседу. Да, я напоминаю, что у нас был Z2Life Якуб и заместитель главы администрации города Симферополя. Спасибо, что подробно рассказали об этом проекте, как все будет происходить. Но вообще хотелось бы сказать, что такие новости, конечно, быстро разлетаются по городу, потому что сейчас все это попадает в интернет, довольно-таки быстро набирает популярность. Ну и вообще в сети происходит много чего. Я таким образом подвожу вас к тому, что сейчас мы покажем вам следующую рубрику, в которой подготовили дайджест, ну то есть подборку самых громких событий из сети.